Привет, мои хорошие, с вами Светлана и сегодня у нас обзор заказа Фаберлик. Куча новинок, куча вип-новинок, заказ на 100 баллов, новинки будущего каталога. Итак, поехали! У меня здесь в основном новинки шестого каталога и совсем чуть-чуть по пятому. Но есть одежда, обувь, одежда для меня, для Ксюшки. И вот что-то вот в таком отдельном пакете пришло, что-то из одежды наверняка. Давайте открывать. В отдельном пакете были носки, не совсем одежда, но тем не менее, смотрите, в трех оттенках. Вот такие красивые они приходят. Катон комфорт. Так, бордовые, это у нас информацию, все показывают, носки женский спорт. Это, по-моему, шестой каталог, если не ошибаюсь. 820-640 артикул, размер 39-41. Смотрите, состав 68 хлопок, 29 полиэстер, 3 эластан. Сейчас какие-нибудь одни с вами откроем. Черные. 820-680-339-41. Так, и вот такие сиреневые, красивые, беленькие носочки. Это 36-38, я тоже взяла Ксюшки, да, 820-641. Здесь зип-замок, что тоже, кстати, очень прикольно. Но нет надреза, к сожалению, нет надреза, за который мы смогли бы вас с вами открыть. Поэтому давайте отрезать. В каждой упаковке у нас с вами две пары, то есть по факту получается шесть пар. Вот так выглядят носочки. И здесь одни полностью белые, полностью, а вторые с сиреневой полосочкой. Они достаточно плотные, слушайте. Они прям вот летом, в них будет, мне кажется, жарко. Это вот сейчас, на весну. Они вот такие плотненькие, и вверху немножко вязко отличаются. Вот так она выглядит. Ну, красивые, хорошие, базовые, беленькие носочки. Такое добро оно, в принципе, всегда нужно. Так, теперь давайте открывать коробку. Так здесь все это дело выглядит. Сейчас будем с вами по порядку. И начнем мы с вами, наверное, с пробника. Пробник туалетной воды, который еще нет, но скоро она будет. И сейчас уже ВИПы могут заказать пробник. Артикул его. Фокус. 64, 26. Девчонки, я не буду коверкать язык, но вообще... Вот, смотрите, это, наверное, водичка будет у нас 342, да? Аморетизиак. Вот так. Она будет такая красивая в красном флакончике. Давайте потестируем. Уже отзывы на нее видела. Есть в интернете ВИПы, кто получил пробнички. Уже описывали ее. Кто-то описывал ее как унисекс, которая может подойти и мужчинам, и женщинам. Вы знаете, да. Она сладкая. Я не очень хорошо умею описывать парфюм, девчонки, но, тем не менее, попытаюсь вам рассказать свои первые впечатления. Она сладкая. И она мне нравится. Вы знаете, вот парфюм Фаберлик, он либо сразу нравится, либо не нравится. Хотя иногда бывает потом меняются ощущения. Вы знаете, здесь есть какая-то легкая искристая нотка от Элиссар. Вот. Но она совсем далеко. Она не такая навязчивая, как в Элиссар. Но вот она где-то тут есть. А так чувствую сладкий фруктовый аромат. С какой-то легкой ноткой шипра, что ли. Но он интересный. А вот пока нравится. Я вам тогда в следующем обзоре за тест новинок обязательно дам полное ощущение. Поношу на себе, попробую с пробника нанести на одежду. Но вот пока, не знаю, интересный, интересный аромат. Но есть в нем что-то от Элиссар. Мне сначала Элиссар понравился, а вот потом прям отпугнул. Прям не хотелось мне его. Он у меня до сих пор так и стоит. Так, что у нас здесь? А, наконец-то на нашем складе появились мельницы для специй. По стойкости сейчас тоже попозже про водичку поговорим. Артикул 910, 428. В принципе, подобные товары на маркетплейсах стоят также не сильно дорого. Но, скорее всего, это тоже Китай у нас с вами, да? Так, поставщик, поставщик. Где у нас материал? Вот. Да, Китай, давайте смотреть. Ну, в следующем видео мы, конечно, попробуем, как она работает. Что она у нас с вами перемалывает. Пупырка упакована. Еще такая вот фленочка, которая прикручена вместе с крышкой. Большая очень мельница, хочу вам сказать. Ко мне прилипают все пакеты. Стекло плотненькое, добротное. Металл тоже плотный. Вот так она выглядит. Фаберлик Хоум. Так, артикул я вам показала. Каким образом она у нас будет с вами молоть. Вот она с вами мельница. Вот эта крышечка. Таким образом она у нас с вами будет молоть. А чтобы открутить, нужно подержать. Но так вроде все добротно сделано. Очень неплохо. В целом нравится. Открываем крышечку, да, и вот таким образом крутим. Все работает. По крайней мере все работает. Это уже хорошо. Это уже большой плюс. Так, поехали дальше. Девчонки, вот сейчас вкушаю все-таки руку. Я брать не буду полный размер. Я чувствую здесь много Элисара. Вот эта нотка, которая меня отторгает. Но он очень вкусный, он очень интересный. Поэтому обязательно возьмите крупник, потестируйте. Возможно, это будет прям вот ваш аромат. Нет. И мне кажется, на позднюю весну и на лето он тоже будет тяжеловат. Так, тут, представьте, в каждом, в отдельном, то есть в пакете был каждый бат. И в отдельном пакете коктейль. Коктейль взяла по ВИП-программе шоколадный. Мы с Ксюшей практически добили предыдущую пачку. До ужина ей заменяют обед. Ей безумно понравился вот этот шоколадный коктейль. На молоке он получается и взбитый капучинатором, именно капучинатором, а не в шейкере. Он получается безумно вкусным, как у нас вот недалеко от дома продают кислородные коктейли. Поэтому она прям постоянно мне просит сделать. Сделаем вам. Я взяла, повторила, опять взяла шоколадный. Так, артикул его 156-54. Мне тоже очень понравился. Здесь прекрасный, богатый состав. Поэтому я только за. Если ребенку нравится, почему бы нет. Так, и два бада. Один из них новинка, другой нет. Взяла Секреты Востока себе тоже по ВИП-программе. Там вообще 200 с чем-то рублей вышло. Очень удобно. Артикул их 157-10. Начну пить, по-моему, на сами по 2 капсулы в день запиваю до стакана воды. Я их всегда натощак пью. Натощак, помимо Секретов Востока, как раз натощак стакан воды. И где-то через час, через полтора иду завтракать. 60 здесь капсул, это на месяц. И вообще бад великолепный. Я с ним всегда себя чувствую очень хорошо. Знаете, появляется какая-то бодрость, уходит сонливость, вот эта ленность. То есть самочувствие какое-то хорошее. Мы сейчас недавно проболели. И вот как раз восстановиться, это самое оно. После затяжных болезней и так далее. Прямо самое оно. В следующем каталоге у нас выйдет новый БАД. Вот такой здесь, кстати, 30 капсул уже. Это у нас с вами Деги. Вот прям зачитываю, потому что как придумают название. Дегидрокверцетин с А, С и Е витаминами. Артикул его 157,90. К сожалению, после того, как обновили сайт, карточку к товару по ВИП-программе, то есть новинкам, которые еще не вышли в каталоге, посмотреть нельзя. Поэтому мы с вами будем знакомиться с продуктом. До этого карточки были у ВИПов. То есть можно было открыть карточку товара и почитать. Сейчас их нет. Биологическое так, в качестве дополнительного источника витаминов А, яйца. Но то, что нам нужно. И источника Дегидрокверцетина. Дегидрокверцетина. Это что-то полезное, я не читала. Если честно, девчонки, врать я не буду. Линолевые кислоты. Вот состав у нас с вами. Показываю, кому интересно. Мы пока можем вот так только ознакомиться. Здесь у нас взрослым по одной капсуле в день во время еды. Вот как раз месяц. Продолжительность приема месяц. То есть больше пить не надо, судя по всему. Кто знает, что такое Дегидрокверцетин, обязательно напишите. Давайте посмотрим, как они выглядят. У нас нарисовано здесь прям дерево жизни. Сердце легкие. Все приходит, как всегда, зафольгировано. Вот такие вот капсулки. Такого землистого цвета. Нет, даже такие, знаете, полумолочные. Топленого молока. Запах. А никакого они запаха не имеют. Не-не-не, не нравится. Девчонки, правда, чувствую. Очень сильно чувствую. Елисар, еще какой-то парфюм Фаберлик. И вот сейчас он расходится, и мне не нравится. А на мужчине я его точно не представляю. В отдельном пакете так же было, представляете. Вот сейчас прям как-то пакуют хорошо. Всегда неплохо. Ну, а сейчас прям вот в отдельный пакет засунули, хотя здесь безопасная крышка. То есть, вот ребенок ее не откроет. Нужно надавить, а потом открыть. Взяла средства для очищения ванной комнаты. Я сейчас им чищу не только ванну, но и туалет. Надеваю распылитель Фаберлик, сюда прикручиваю, да. И унитаз. Все напшикало. Все идеально чисто. Все прекрасно, замечательно. Никакого налета. Все супер. Но, если не хотите испортить покрытие ванны, больше 5 минут держать нельзя. 302, 21 артикул. Так как я не боюсь, планирую в будущем ее покрывать, я могу и подольше держать. Но вам не рекомендую. Причем, применяла на акриле, когда это средство в старой квартире, у меня была акриловая ванна. Там вообще акрил не разъедала. А вот алюминиевая ванна, да, вот эти вот, что у них там за покрытие, в общем, разъедает, она становится жероховатой. Имейте в виду. А так средство классное, мощное, очень его люблю. Всегда должно быть в доме, я прям вот всякие сложные такие вещи с ним и мою. Так, дальше. Влажная туалетная бумага. Ксюшка просит заказывать, прямо говорит уже, что простой, не хочет, не будет и не может. Так, артикул ее 304-01. И очень классно, что ее можно смывать. Это вообще огромный плюс. Не надо никакого там мусорного ведра в туалете отдельно и так далее. Я заказала еще порошок, почему-то сложка, ножка не отменила. Наверное, она мне все-таки была нужна очень. Так, порошок я заказала. Горную свежесть. Мои любимые порошки. Горная свежесть. Писки и луга. Артикул 323. Здесь 800 грамм. Они концентрированные. Когда загрузка барабана не полная, я вообще кладу по пол-ложечки. Все отлично, все прекрасно отстирывает. Аромат от белья нежный, классный, если без кондиционера. Краски не тускнеют. В общем, порошок я искала замену, когда он подорожал. Но сейчас, в принципе, цена нормальная. Нет, не нашла. Нет замены. Так, еще одна влажная туалетная бумага. Ксюхи про запас. Так, давайте посмотрим с вами еще одежду сейчас. И потом прям к новиночкам, ко всем. Две щетки взяла одинаковые, потому что больше нет другого оттенка на нашем складе с угольным напылением. У меня семья заценила именно эти щетки. Я чищу электрической. Они все-таки любят больше обычными щетками. И Ксюха, и муж. Артикул щетки 117-47. У них очень большая головка. Они очень удобные. И помимо того, что здесь вот такая щетина интересная, тут еще силикончик. Так, я сейчас ее попытаюсь вскрыть. Это всегда так тяжело делать, потому что почему-то вот этот надрез делают посередине, а не с краю. Вскрыла обе, хочу им заменить. А в запасе нет щеток, поэтому сейчас как-нибудь пометим Ксюшкину и все. Будут пользоваться. Вот здесь такой силикончик беленький еще по бокам, который хорошо очень массирует десна. И про силиконенная ручка с двух сторон. Очень удобные щетки. Мне вот эти прям нравятся. На щетки силиконовые у меня была жуткая аллергия и вообще не понравились, поэтому нет. Я не аллергичный абсолютно человек, но после их применения у меня в полустирта прям что-то типа стоматита было. Девчонки, в распродаже одежды сейчас на втором шаге оформления заказа безумное количество распродаж. Сейчас еще распродажа весенней копей. Там и порошки дешевле, и очень много всего. Даже бат какой-то, по-моему, один есть молекулярный. И в распродаже одежды я заказала себе топ. Вот помните, кто смотрел обзор покупчика с Вайлберсиазон, там был черный кардиган. Вот именно под него. Облузка без рукавов для женщин. Я взяла прям в большом размере, потому что вот такая вот вещь, она в обтяжку будет смотреться не очень. Светло-розовый, размер 58. Долго думала, какой брать. Были все размеры. Взяла все-таки побольше. Уж если что, ушью. Потому что, ну, вот такой топ, он должен сидеть свободно. 96 полиэстер, 4 эластан. Артикул 525-447. Давайте посмотрим с вами на него. И потом уже в этой стеновиночек или на Дзене. Я на каждую позицию из одежды в сегодняшнем заказе на Дзене короткие ролики сниму. Так. Вот такой вот он красивый, розовый, шелковый. Этикетка. Ну, шелковый сказал, тоже полиэстер. Этикеточка. Мне кажется, он достаточно длинный, да. Длинный, большой, свободный, широкий. Девчонки, слушайте, прям камеры не хватает показать вам его широту. Он действительно большой. Внизу вот так парашид. Подшид. Фокус. Как бы все отличненько. Будет ли светить? Да нет, не должен. Белье не должно просвечиваться. Так, у нас это с вами по ходу дела спинка. Да, еще взяла почему. Я не люблю так фаберликовские вырезы. Они всегда под горло. Вот прям какие-то жуткие. А здесь вот прям декольте так декольте. Прям душа будет радоваться. И прострочка по груди есть внизу. С двух сторон. И больше как бы он ничем не примечательный. Такой вот топ. Ну, базовая, мне кажется, вещь очень симпатичная. Такая аккуратненькая. Так что потом обязательно покажу на себе. Так, дальше из одежды. Ух, как тяжело достается. В распродаже детской одежды. Я взяла Ксюшке на лето вот такие джинсы в размере 44. Я надеюсь, они не будут здесь сильно велики. Это уже, то есть, не детская, а женская коллекция, да? Ну, если что, подвернем. А по обхвату, мне кажется, 44. Ну, посмотрим сейчас. Должен быть нормальным. Это тай-дай, по-моему, называется коллекция, если не ошибаюсь. Из джинсовой ткани для женщин. Что-то цена вопроса была смешная. Там сейчас очень много распродаж. Размер 44. Так, у нас с вами сколько? 97 хлопок, 3 ласта. Ничего себе, какой хороший состав. Вот информация, кому интересно. Так, артикул 528-067. Давайте смотреть, что они из себя представляют. Даже пуговки запасные есть с саморезами, девчонки. Так, ну, смотрим. Нет, они узенькие. Они совсем узенькие. Прям как бы немалые, но нет, немалые. Пуговка, смотрите, обернута. Но сейчас она сначала померит, а потом я подумаю, оставлю или нет. Так, карманчики. Много карманчиков. Все в целом очень аккуратно. Бежевыми нитками прошито. Смотрится стильно. Яркий, красивый. Прям джинса-джинса. И они тянутся. Тут немножко есть эластана, но вот так чуть-чуть тянутся прилично. Так, низ. Ну, низ, если что, можно подвернуть. Он у нас совсем розовый, да, определенный длинный, да. А уже дальше начинаются разводы. Ну, и вот низ, собственно говоря. Вот так все это дело выглядит. Неплохие. Слушайте, неплохие. Вот по качеству прям совсем неплохие. Жалко, что такие вещи, особенно из детских коллекций, исчезают. Фаберлик как-то быстро. Ну, вот как выглядят сзади. Симпатично. Померит Ксюшка тоже потом ролик ценен. Отсниму все подробно, покажу. Так, еще у меня здесь даже, давайте сразу одежду всю посмотрим. Фаберлик вот такой красивый пакетик. И у нас здесь с вами шуршащий кроссовки. Вот такие. Мне захотелось именно в таком цвете. Размер 40. Надеюсь, тоже подойдут. Буду мерить, смотреть. Так, смотрите, информация. Модель. Артикул 886-410. Размер 40. Так, у нас здесь с вами что? Искусственная кожа, текстиль. Вот такая вот штукинция. Так, давайте открывать. Они достаточно такие тяжелые. Ну, не то, что тяжелые, но вот средние. Последние мои подобные кроссовки, кеды, не знаю, как назвать кеды, наверное, правильно. Они легче, гораздо легче. А так в целом, в принципе, придраться не к чему. Но цена сейчас в магазинах она приблизительно уже такая же. То есть Фаберлик, он как-то на уровне еще держит цену. А если в магазине раньше такие за тысячу можно купить, то сейчас вот такие за тысячу не купишь. За полторы. Вот так выглядит подошва. Карта мира. Так, и здесь у нас с вами вставлен фейноглаз, который держит форму. И как они у нас выглядят с вами внутри. Вот, размер 40. Вот такая вот шнурочка. То есть вот это у нас с вами ткань. А здесь у нас искусственная кожа. Белые шнурочки заправлены внутрь. И в целом достаточно мягкая такая ткань. Я думаю, что даже натирать, по сути, ничего не должно. Вот так поближе прям вам все покажу. Строчки, чтобы было видно. Прям вот так. Вот не к чему придраться. Достаточно высокая платформа, потому что все-таки без платформы ходить нельзя. Если не хотите потом болезни суставов. По широте у меня нога полная. По замерам, по всем тоже в дзене сниму ролик, оставлю. Замерю свою стопу. Замерю ее длину. Сравним с размерной сеткой Фаберлик. То есть прям вот подробно вам по размеру, по посадке на ноге, по удобству. Оставлю обязательно коротенький такой ролик в дзене по кроссовочкам. Прямо отдельно. Так, очень симпатичный. Так, поехали дальше. Теперь у нас практически тут с вами одни новинки. Но есть еще кое-что с распродажей. Это матри дзене совсем за копейки распродажа по срокам годности. Мультик корректирующий крем для век. Артикул его 0768. Вообще, мне маска ночной очень понравилась. Я вижу эффект, который тоже по срокам годности взяла. Мне кажется, вот эту серию вообще снимают. Кто пробовал крем для век, расскажите про эффект, пожалуйста. Будет очень интересно. Я, конечно, тоже воспользуюсь. И вам расскажу немного попозже уже. Так, он такой достаточно легенький, но средний. Не легкий, как вода, прям на коже не тает. Средний, но не плотный, допустим, как варю. Одушка такая приятная кремовая. Вы знаете, похож вот на детский кремушек даже немножко. Одушка. Посмотрим. Буду пользоваться, посмотрим. Так, поехали. Давайте начнем с вами у нас вот этой интересной серии теперь. Что у нас тут? У нас тут с вами 4, да, по-моему, девочки, 4 продукта. Ага. В миске не прям много продуктов, а здесь 4. Давайте по порядку. Вот так, это у нас что с вами? Вот эта линейка бюджетная. Миски не, она не совсем бюджетная. Омега Хит. Омега 3, 6, 7, 9. Это гель для умывания. Артикул 67, 39. Это новинки 6 каталога. Идеально подходит для бережного очищения кожи. Ну, способ применения понятно. А кому интересно, вот показываю состав. Так как карточек товара пока нет. Срок годности 18 месяцев. И открытые баночки 6 месяцев. Практически все в Фоберлик 6 месяцев. Очень интересно. Будем с вами тестировать обязательно. Так, в большой баночке у нас с вами вот так она выглядит. Здесь такие матовые наклеечки. Артикул 29, 24. Это крем универсальный для лица, рук и тела. Заботится о коже. Глубоко питает и смягчает ее. Комплекс омега кислот и каротиноидов. Стимулирует восстановительный процесс, общее окрепляющее действие. Усиливает антиоксидантную защиту. Вот состав вам тоже близко показываю. Масла тут сама уже вижу. Так, давайте смотреть. Где для мани, в принципе, вскрывать чего? Вот только вскрывать. Мы уже в отдельном видео. Здесь, кстати, подсоединено. Ой, какой он цветной. Вы, какой он цветной. И смотрите, какой он густой. Он очень густой. Прям вот очень-очень сейчас крышечки возьму. И посмотрим. И посмотрим, и понюхаем на эту руку теперь. Слушайте, он такой плотненький. Прям как, знаете, морковный крем. Такой вот плотненький. Прям такой ощутимо плотненький. Но моментально увлажняет. Знаете, вот прям моментально. Ручки скользят. И достаточно быстро впитывается все. Вот все разнесло, все он впитался абсолютно. Так, по аромату. Чем пахнет эта серия? Вы знаете, немножко похоже на лав. Мне тут духи теперь все перебивают. Лучше из баночки понюхать. Чуть-чуть похоже на лав. И чуть-чуть похоже на детский крем. С кысками, с собачками. Не на детский крем Фаберлик. Ну и в то же время, кстати, от детского крема Фаберлик тоже отдушка вот этой чистоты какая-то присутствует. Интересный крем. Буду тестировать на всех участках тела тоже. Все вам расскажу. Так, поехали дальше. У нас здесь с вами дневной и ночной крем. Они отличаются немножко по цвету. Тоже все запечатанное приходит. Дневной крем. Артикул 67-36. 50 мл в обоих баночках. Ага. Все то же самое по сути. И вот состав. И ночной крем. Артикул 67-37. Все то же самое тоже. Давайте ночной вскроем, посмотрим. Защиту. Ой, они все такого цвета, девчонки. Смотрите, это все серии. Она вот такая вот вся вот на морковом два цвета, что ли. Ночной кремушек. Тоже достаточно плотный. Видите, какой? Вот прям плотненький. Такой вот. Так, по аромату. Все то же самое. Абсолютно то же самое, что и в большой баночке. Сейчас посмотрим по впитываемости. Ну, на руках нормально. Но я не считаю, нужно вообще, девчонки, особенно тестить на руках. Когда мы с вами в следующем видео все протестим на лице. Так, еще тут вот по распродажам был освежающий шампунь. Давно такого не брала, но помню, что очень любила, девчонки, я крем. Вот у кого волосы жирные, и на лето он действительно немножко охлаждает, как будто классно с мятой и пахнет безумной, сладкой такой мятной карамелькой. С освежающей мятой и молочными протеинами в распродаже. 86-49. Классный шампунь. Он и мне, и Ксюшке подходит вообще обалденный. Так, поехали дальше. Зубные пасты. Взяла все, что есть, девчонки, кроме одежды. Вот все новинки по уходу я взяла абсолютно все, которые были доступны VIP. Вот у нас здесь что с вами? Китай, не Китай. Давайте посмотрим на эту серию производства. Потому что, насколько я знаю, мисс Кинни, это у нас с вами... Прям вот именно Китай производил. Так. Угу, угу, угу. Слушайте, тут изготовитель Фаберлик, Москва. Вот, интересненько. Так, а здесь у нас изготовитель тоже Фаберлик, Москва. Так, две пасты вот такие вот интересные. Матча. И вторая паста розовая соль, пинг солд. Давайте смотреть. Буду чистить тоже, буду рассказывать вам все. Матча 26,75. Открываем. Заслудировано. Это большой плюс. Ой, она вот такая вот зелененькая. Приятного такого оттеночка. Красивого. Давайте попробуем. Очень насыщенный, сладкий, травяной, ментолово-зелено-чайный привкус. Вот зеленый чай и ментол. И сладость. Прям вот на первом месте. Зеленый чай, прям в хорошем смысле этого слова, очень приятный. Но есть вот этот холодок, обжигающий, от ментола. Поэтому, кто такие пасты не любит, история не ваша. А так, обязательно, девчонки, я все подробные отзывы потом еще дублирую в обзоре каталога. Просто вы вопросы под видео задаете, а обзоры каталога не смотрите. А я там все дублирую уже по прошествии времени, отзыв подробный. Поэтому смотрите обзоры каталога. 26,73. Розовая соль. Она действительно розовая такая, бледно-розовая. Ой, пузыречек, смотрите, какой-то вода вытекает, отслоилась. Вот такая. Они густые, так давятся достаточно тяжело. Давайте ее пробовать. Бия. Ксюхе точно не понравится. Бия. Фу. Здесь меньше ментола. Я не пойму, что здесь за привкус, но здесь действительно есть какая-то соленость. Не сильная, но она соленая. Знаете, по типу фруктового какого-то привкуса. Но мне вот именно привкус не очень нравится. Вот чем они отличаются? Так, это у нас защита от кариеса. А мачо у нас отбеливания и увлажнения. О, ну как. А здесь у нас с вами защита именно от кариеса. Очень интересно. Но вот на мой вкус вот эта паста гораздо приятней. Вот это какая-то странная. Очень на вкус. Вроде какая-то фруктово-цветочная, чуть-чуть соленая. Еще горькость какая-то в начале. Поэтому, не знаю. Но все мы разные, да? Возможно, вам наоборот понравится вот эта. Буду чистить, все расскажу. Так. Теперь осталось у нас с вами линейками скинни. Прям в полном ее составе достаю. И давайте смотреть, разбираться со всем. Все коробочки абсолютно все заслюдированы. Это круто на самом деле. И здесь у нас должен уже с вами быть производитель Китай. Сейчас мы его найдем. Вот состав. Ну, мы потом с вами посмотрим тогда состав. Сейчас распечатаем. Артикул 1373. Баночка открытая тоже 6 месяцев. Так, и что это у нас с вами? Что это у нас в этой коробочке? Так, вот изготовитель как раз на фокус не хочет. Фокус вообще не хочет на слюде фокусироваться. Фух, распечатала. Боже, какой-то был длительный муторный процесс. Все коробочки распечатала. Сюда прилегают очень плотно. Местами приклеено. Прям кошмар. Давайте начнем с вами с дневного и ночного крема. Дневной крем мы уже видим с вами, что он 30 SPF. И там, и там 50 миллилитров. И вот такие вот интересные узенькие коробочки. Показываю вам составы. Сразу поближе можете изучать. Дневной, ночной. Смотрите, у дневного состав подлиннее, да? Ага. Прям подлиннее. За счет SPF, наверное. И ночной. Артикул 1372, дневной 1373. Солнцезащитные фильтры препятствуют. Тут 30 нормально, вообще нормально. В принципе, SPF не нужно. Смотри, как он будет на коже лежать. Здесь у нас с вами фильтрат бифидобактерий. Так, что у нас еще? Маслоши. Проактивные ингредиенты. Потому что больше нигде. Только в каталоге еще можно посмотреть. Так, ночной тоже. Бифидобактерии. Карнозин. Мадекасасид. И комплекс церамидов. Экстракт зерен овса. Вот так. Давайте смотреть, что из себя эта серия представляет. Открываю. Вот такие вот кремушки по типу, как в Эйвен были. Прям, да? Солнцезащита. Прям такой же формат. Такой же колпачок. Очень-очень напоминает. Крем просто открывается. И здесь он уже никак у нас с вами не запечатан. Поэтому слюдая снаружи. Ох, как он тяжело выдавливается. Здесь, кстати, маленькое отверстие. И приходится прилагать усилия. Вот такой вот кремушек. Он по-любому будет плотный. Хотя, может быть, все-таки. Может быть, все-таки в Фаберлик появится нормальный крем с СПЛ для лица. Я на это возлагаю большие надежды. Пока какой-то великой жирности я на руке не вижу. Пленки тоже. Будем пробовать на лице. Давайте тестировать. Парамадок. Знаете, пахнет приятно. Ну, вот тоже кремовая какая-то одушка. Ничего такого сильного, сверхъестественного парфюмерного здесь не чувствую. Вот какая-то просто кремовая одушка. Так, ночной крем. Все потом на лице потестила. Не стоит. Говорит, девочка спит. А тут девочка на сон. Прелесть-то какая. А здесь девочка возле зеркала. И что это у нас с вами? Фейс-крем. Блю. Это у нас с вами крем для лица Блю. Артикул его будет 13.98. Вот тоже подробно показываю вам состав и информацию. У нас здесь про свидание. Декоферол. Это классно. Эритритол. Гиалуронка. Экстракты суперрастений. Алоэ, Годжи, Сафора и Хиноцея. Ну, прикольный состав Блю. Но это все надо на лице тоже смотреть, девчонки. А также коробочки-то тяжело открываются. Господи. И тоже такой же флакончик. Блюр у нас уже с вами 30 мл. Малышечка такая. О, а Блюр-то у нас с вами зафольгирован. Как интересно. А почему же тогда не зафольгирован был дневной крем? Возникает вопрос. Вот видите, какое маленькое отверстие здесь. Так, смотрим на Блюр-крем. Слушайте, он бежевый. Он бежевый, он станирующий. Ну, может он и не станирующим эффектом, но он как тональник. Видите? Смотрим. Разносим по коже. Он совсем светлый. Аромат такой же. Так. Разносим, разносим. Разносим, разносим. И что мы видим? Мы видим с вами высветление пока. Пока еще подтон не подстроился. Но вижу, что легонечко, смотрите, запал. Ну, поры на руке, наверное, тоже видите? В складочке собрался. Забрался. Сейчас посмотрим, подстроится. Нет, пока вот прям в этом месте рука белесая. Не знаю, видно вам или нет, но не видно, что есть разница между вот этой частью и вот этой. Пусть пока побудет. Но если вы так еще разносите, разносить, но все равно нет, все равно остается западание, видите? Это прям хорошо даже на камеру видно. Западание его во все морщинки на руке. Так, пока смотрим дальше. Девочка-собачка у нас представляет с вами сыворотку. Сыворотку для лица против морщин. Антиэйдж-эффект. То есть у нас должен быть 0,976. Состав, кому интересно, на паузу прям смело нажимайте и делайте себе скриншот. Так, еще пигментные пятна, смотрите, неоцинамид здесь. Бактерии тоже, карнозин. В общем, тоже богатый состав. Давайте смотреть сыворотку. Плотный картон, такой добротный. Ой, сыворотка-пластик. Пластик мягкий, как капли глазные, только побольше. И здесь у нас с вами 30 миллилитров, такой вот колпачок, тоже как у глазных капель. И наконечник, собственно говоря, тоже. Так. Вот такая вот жидкость. Не скажу, что она прям течет. Она совсем медленно, практически не стекает, слушайте. Так. Аромат такой же, то есть, ну вот я практически его не ощущаю. О, у меня тут прилепилось что-то. Так. Ну, неплохо. Вот жирной пленочки тоже никакой не вижу, но чувствую на руке увлажнение. Будем на лице отрестить. Белесость пока осталась. Вот я ее вижу. Вот это вот место, оно прям выделяется. Так, поехали дальше. Девочка с кофе у нас с вами, наверное, представляет крем для кожи вокруг глаз. Да. Вот про него вся интересная информация. Артикул и состав. Сейчас вам покажу. Вот это способ применения. Так, где состав? Вот состав. И артикул 0640. Вот такой интересный тюбик. Наверняка с интересным носиком. О, смотрите. Смотрите, какой носик. Он. Это, это девчонки пластик, вокруг которого вот такая вот мягкая ткань. То есть, сам вот этот носик, он не мягкий. Под ним пластик, он твердый. Но сверху вот такая вот мягенькая ткань. То есть, прям кремушком можно наносить под глазки через вот такое отверстие. Видите, что-то новое, что-то интересное. Давится тяжело. Вот он, он выходит у нас с вами. Давайте на него посмотрим. Фокус. Вот такой вот белесый. И достаточно легкий. Ну, средний тоже все-таки плотность есть. Но распределяется быстро. И как-то вот все это дело в этой серии пока очень быстро впитывается. На руке, по крайней мере, там посмотрят. Так, у нас с вами осталась одна баночка. Девочка с зеркалом. И это у нас с вами, это у нас с вами 0,975 сыворотка для кожи вокруг глаз. То есть, отдельная сыворотка еще для кожи вокруг глаз. Открываем. Мне уж прям не терпится потестировать на лице. Скоро. Тут тоже глазные капли, девчонки, только 15 уже миллилитров. Вот такая сыворотка. Наконечник тоже как у глазных капелек. Фокус. И она тоже достаточно густая. Видите, не течет. Я руку наклоняю, она не течет. Такая интересная. То есть, если вот этим вот всем намазаться, прям, я думаю, должно произойти чудо отдельное для глазок, для всего отдельной. Потом сверху блюр-крем. Вижу белесость, девчонки. И вижу, что все-таки в морщинках этот блюр-крем остался. Очень интересно, как он себя поведет на руке. Ну вот, допустим, если взять мою вот эту раму сегодняшнюю, да, перекрывающую способности, я имею в виду. То есть, она все-таки есть, видите, перекрывающая способность у этого средства. Так, немножечко разнесем, да, и уже не так видно. Она все-таки есть. То есть, это типа биби-крема. Я не знаю, почему его назвали блюр. Блюр, в моем понимании, это блюр-крем, вот который у нас в серии, да, блюр. Блюр-крем, там, блюр-сыворотка, да. Они не имеют никакого оттенка, а здесь имеют. Ну и, собственно говоря, вот каталог сам шестой. Здесь у нас на обложке эта серия. Каталог классный, интересный. Очень много новинок. Я прям себя ограничивала, девчонки, в этом заказе, потому что, ну, 100 баллов, это уже приличная сумма. Но на 10 тысяч обычно я беру всегда 10 с небольшим, это 100 баллов. Так, и у нас здесь в подарок как раз будет эта новая серия. Набор средств, ночной крем и крем-блюр. Это классно, на самом деле. Подарок в серии не совсем бюджетная, поэтому подарок здоровский. Кто еще не зарегистрирован, ссылка для регистрации всегда под видео, проходите. Обязательно буду вам помогать. Ну, на этом все. Ждите новые ролики, будем все тестировать вместе. Всех люблю, целую, всем пока-пока.